Вы проснулись сегодня с тем пустотой, что следует за вами, как тень, с давлением в груди, которая растет с каждым днем. Вы пытаетесь оттолкнуть это, идти дальше, но что-то все еще мучает вас, толкает, отказываясь быть забытым. Та человек, та, которая когда-то была всем для вас, которая внезапно исчезла, оставив пропасть, которую вы все еще пытаетесь заполнить. И даже когда вы пытаетесь двигаться вперед, кажется, что вселенная сговаривается, чтобы напоминать вам о ней, как будто есть невыполненная глава, слова, которые все еще нужно сказать. Вы здесь не случайно. Не случайно, что сегодня вы наткнулись на это видео. Знаки явны, существует сообщение, которое имеет для вас важное значение, откровение, которое способно изменить ваш путь, скрытая истина, готовая быть раскрытой. И я здесь, чтобы сказать вам, что готовится произойти. Вы всегда задавали себе вопросы, с ноткой меланхолии, почему все произошло именно так, почему космос не вмешался, чтобы соединить вас. Может быть, вы упрекали себя, боролись, если бы, о том, что могли бы по-другому поступить или дать новый шанс. Но сегодня к вам приходит более громкий голос, чтобы шептать, что все сошлось так, как должно было. И знаете что? Встреча, возможно, на горизонте, ближе, чем могут представить ваши сны. Человек, о котором идет речь, плавал в Одиссея самопознания, сталкиваясь со своими страданиями и раскаяниями. Тоска проникает в его ночи и дни, толкая признать, что тот древний взгляд не исчез. Тот вид любви, что не угасает, что переживает штормы. Именно это сохраняется. Поэтому сейчас Вселенная, кажется, сговаривается, ткает невидимые нити, которые могут быть готовы снова свести их в одну точку. Но настоящий вопрос, вы готовы выслушать, что у этого человека есть сказать? Вы готовы открыть свое сердце перед этой приближающейся истиной? Решение слушать эту информацию или нет в ваших руках, но важно понимать, что за всем этим стоит более высокая цель. Что-то, что превосходит рациональное понимание, что-то, что напрямую касается души. Очень важно понимать, что жизнь состоит из циклов, и часто эти циклы повторяются, чтобы научить нас, заставить нас расти, возможно, дать нам возможность снова полюбить. Этот человек, несущий бремя сожаления, борется со своим собственным гордыня, ищет необходимую смелость, чтобы обратиться к вам. Он хочет второго шанса, хочет, чтобы вы поняли, что, хотя произошла ошибка, было и обучение. Сейчас, когда вы усваиваете эти слова, знайте, что ангелы активно формируют ваше сердце для большего открытия. Они шепчут, чтобы вы сохраняли веру, чтобы вы поддавались течению событий, чтобы вы принимали то, что каждое прошедшее событие имело свою особую цель. Этот человек, движимый глубокой нуждой, жаждет вашего прощения, не только для своего облегчения, но и для освобождения своей собственной сущности. Хотя это может звучать как густой и запутанный сюжет, в данный момент Вселенная призывает вас к экспедиции по исцелению и примирению. Сейчас самое время, чтобы наконец-то понять, почему все произошло так, как произошло. Наиболее важно, это время для вас выбрать, что произойдет дальше. Потому что в самой чистой сущности реальности истинная любовь неизменно находит путь вернуться. Что-то в воздухе изменилось, вы ощущаете эту новую вибрацию, охватывающую вашу сущность, вашу душу. Это может показаться простой случайностью, но не позволяйте себе быть обманутым. В последние дни вы, возможно, замечали маленькие сигналы, музыка, звучащая с воспоминаниями о давних временах, место, шепчущей эхо прошлого, или сновидения, которые тащат человека обратно в его сознание, словно Вселенная намеренно пытается донести сообщение. И правда в том, что действительно так и есть. Эта фигура из вашего прошлого не только думает о вас, но твердо решила вас найти. В ней глубокое желание искупиться, почти отчаянное желание исправить то, что было сломано. Он или она ищет смелости подойти, наконец, выразить те невысказанные слова, открыть сердце и раскрыть правду, которая долго оставалась скрытой. Возможно, вам интересно, почему этот человек желает вернуться сейчас, после всего, что произошло. Важно понимать, что каждый индивидуум имеет свой собственный темп созревания, для понимания своих эмоций и учения на своих ошибках. Иногда разделение необходимо, чтобы души могли эволюционировать, приобретать силу и, возможно, в конечном итоге, снова найти путь друг к другу. Человек, который ищет вас, думает о вас с такой интенсивностью, прошел значительное преображение. В каждом его слове сожаление. Он понял, что потерял нечто чрезвычайно ценное, когда они отдалились друг от друга, что не смог найти больше нигде. Теперь его сердце жаждет нового шанса, возможности сделать вещи по-другому. Ваши ангелы тонко предупреждают вас быть внимательны к сигналам. Может быть, этот человек внезапно появится способом, который вы не ожидаете, возможно, через сообщение, неожиданную встречу или телефонный звонок ночью. Вы можете почувствовать бурю эмоций, сомневаясь, готовы ли вы открыть дверь, которую когда-то закрыли. Но помните, ничто в этой вселенной не происходит просто так. Этому человеку есть что-то значимое для признания, правда, которая была держалась в секрете до сих пор. Ему нелегко, есть страх, есть беспокойство быть отвергнутым или непонятым. Однако истинная любовь не имеет границ. Истинная любовь всегда находит способ выразить себя, бороться за то, что стоит того. Именно это происходит сейчас. Ангел-хранитель шепчет вам на ухо, побуждая вас слушать открытым сердцем. Он знает о ваших страданиях, о влиянии на ваши доверия и о сомнениях, которые возникают, размышляя о том, может ли кто-то, кто уже причинил боль, измениться. Однако то, что сейчас происходит, превышает простое примирение. Здесь речь идет о исцелении, освобождении, о нахождении прощения, как для себя, так и для другого. Возможно, вы задаетесь вопросом, стоит ли дать еще шанс, стоит ли позволить этому человеку вернуться в вашу жизнь. По словам ваших ангелов, ответ находится внутри вас. Прощение – один из величайших даров, которые мы можем предложить не только другим, но прежде всего себе. Прощая, мы освобождаемся от оков прошлого и создаем место для новых благ в нашей жизни. Этот человек чувствует глубокую потребность в извинениях, в очищении сердца и исправлении прошлых ошибок. И Вселенная, со своей бесконечной мудростью, предоставляет вам эту возможность, позволяя вам решить, как поступить. Слушая это признание, вы можете обнаружить новое значение, новую перспективу и, возможно, новое начало. Любовь терпелива и добра, и никогда не поздно попробовать снова. Однако решение открыть свое сердце и дать новый шанс находится в ваших руках. Явно то, что Вселенная в движении, и все сходятся, чтобы облегчить этого соединения. Ваш ангел-хранитель рядом с вами, направляя каждый ваш шаг, обеспечивая защиту и мудрость. Будьте готовы, ведь следующие недели могут принести неожиданные сюрпризы. Будьте внимательны к знакам, жестам и словам, которые к вам обращаются, они – ответы, которые искало ваше сердце. Жизнь продолжается, и вы стоите на пороге нового этапа, где прощение и любовь обладают силой изменить все. Подготавливаясь к этому моменту, поймите, что существуют невидимые силы, действующие в вашу пользу. Ваши ангелы рядом с вами, защищая каждый ваш шаг и обеспечивая ясность принятия правильного решения. Их послание для вас сегодня ясно, доверьтесь процессу, доверьтесь пути, который прокладывается перед вами. Даже если вы сейчас не все понимаете, в каждой детали есть божественный смысл. Эта встреча – не только возможность разрешить старые проблемы, она намного глубже. Это связь душ, сплетение, которое бросает вызов представлениям о времени и пространстве. Как будто ваши души, прежде чем вы приняли форму в этом мире, заключили соглашение встретиться и прожить вместе это путешествие, чтобы учить друг друга. Сейчас Вселенная протягивает вам золотую руку, предлагая вам шанс вновь открыть эту связь. Ваши ангелы хотят, чтобы вы поняли, что вы не одиноки на этом пути. Они слышат ваши мольбы, страхи, колебания. Они посылают вам знаки, чтобы успокоить ваш дух, чтобы подтвердить, что вы идете по намеченному пути. Вы можете чувствовать новый вид энергии, вибрацию, которая окружает вас нежно. Не игнорируйте эти ощущения, это ваш проводник, духовная карта, указывающая истинное направление. Между вами и этим человеком есть особая энергия, таинственная сила, которая неотразимо вас притягивает друг к другу, как будто вы предназначены быть едиными, понимать друг друга, поддерживать друг друга. Вы стоите перед духовным пробуждением, возможностью увидеть за пределы видимого, соединиться с тем, что по-настоящему важно. Вселенная приглашает вас открыться для новых возможностей, прощения того, что должно быть прощено, и отпустить то, что больше не служит вам. Это выходит за рамки простого позволения кому-то вернуться в вашу жизнь. Это шанс для вас открыть себя заново, понять свою собственную силу и осознать, как далеко вы зашли. Это ваш шанс показать миру и себе, что любовь обладает силой исцелять все раны. Ваши ангелы также здесь, чтобы напомнить вам о важности самолюбия. Прежде всего, важно, чтобы вы любили и ценили себя, понимая, что заслуживаете только лучшего. Человек, который хочет вернуться в вашу жизнь, должен быть способен предложить уважение и заботу, которые вы заслуживаете, готовый чтить ваше присутствие и ваше значение. Ваши ангелы советуют вам не устраиваться на что-то меньшее. И если вы выберете снова открыть свое сердце, сделайте это уверенно, что действуете во благо своего собственного счастья и умиротворения. Не дайте страху прошлого сдержать вас, но и избегайте попадания в иллюзии. Это приглашение согласоваться с правдой, вашей собственной правдой. Будьте открыты для того, чтобы выслушать, что этот человек хочет вам сказать, но делайте это из позиции силы, веря в себя и в то, что заслуживаете. Всегда помните, независимо от того, что происходит, вы попутно и защищены. Ваши ангелы с вами, предлагая поддержку, посылая знаки любви и силы. Вы сильнее, чем думаете, и вселенная сплетает события в пользу вашего высшего блага. Это ваш путь, и только ваш, и у вас есть сила выбирать, как идти по нему. Решение в ваших руках. Независимо от вашего выбора, ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что всегда впереди вас будет светлый путь. То, что действительно важно, это то, что находится внутри вашего сердца, ваши чувства и ваши желания. Доверяйте, что все развивается так, как должно было. Сейчас закройте глаза на мгновение и обратитесь за направлением к своим ангелам. Позвольте им направить ваше сердце, указать путь вперед. Почувствуйте их присутствие вокруг вас, впитайте любовь, которую они направляют прямо в ваше сердце. Это ваше путешествие, и вы заслуживаете все счастья, любви и света, которые могут вам предоставить вселенная. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что независимо от вашего выбора, вы всегда будете окружены светом и защитой. Сегодняшнее сообщение – это приглашение открыться для любви и прощения, позволив энергиям вселенной протекать через вас, принося ясность и исцеление. Это ваш шанс отказаться от того, что больше не служит вам, оставить позади обиды и принять новое начало. Помните, что нет абсолютно правильных или ошибочных решений, есть только выбор, который ваше сердце решает принять. Это ключевой момент самопознания и решения. Возможно, этот человек прошел настоящий процесс преображения, извлекая уроки из прошлых вызовов и ошибок, и теперь готов покаяться, показав себя способным быть спутником, которого вы заслуживаете и желаете. С другой стороны, может наступить подходящий момент для завершения этой главы вашей жизни, закрыв ее с благодарностью за полученные уроки и богатое пережитое путешествие, поддерживая надежду и уверенность в том, что будущее приготовит вам новые возможности и еще больше красоты. Ключ к успеху здесь – полное соответствие ваших чувств и эмоций. Ваши ангелы всегда рядом, предлагая поддержку и вдохновляя вас доверять своей интуиции и следовать этому внутреннему голосу, который всегда знает, что лучше для вашего роста и счастья. Если ваше сердце склоняется к прощению, позвольте себе этот жест освобождения и обновления. Если же вы чувствуете, что пришло время двигаться вперед и исследовать новые горизонты, сделайте это смело и уверенно. В обоих случаях действуйте с твердым убеждением, питаемым любовью и уверенностью в том, что каждый ваш шаг направлен к вашему благу, ведя вас всегда к полноте и личному самоосуществлению. Решение открыть свое сердце снова или идти дальше исключительно ваше. Тем не менее, помните, что, каким бы ни был ваш выбор, у вас есть полная поддержка Вселенной. Истинная любовь начинается внутри вас. Любя самого себя, вы привлекаете любовь, которую заслуживаете. Не стесняйтесь быть подлинной самим собой, чтить свои чувства и искать то, что действительно приносит вам счастье. Для того, чтобы эти послания и благословения, содержащиеся в них, стали активной частью вашего пути, важно, чтобы вы провозгласили их с решимостью и ясностью. «Я впитываю, принимаю и принимаю мою судьбу и все то, что Вселенная может мне предложить». Делайте так, чтобы эти слова стали не просто шепотом, позвольте им проникнуть в ваше существо, резонировать сквозь ваш дух и отзвучивать в глубинах вашей души. Вселенная полностью привержена тому, чтобы вы получили наилучшее, приспосабливаясь к вашим выборам и путям. Если вам это послание вдохновило, выразите свою благодарность и свет через положительный комментарий, помогая осветить путь для других, которые ищут руководство и надежды. Это такт доброты – мощная форма духовного вознесения, которую наблюдает и поддерживает Вселенная. Не забудьте подписаться на канал, чтобы продолжать получать послания, которые могут обогатить и осветить вашу жизненную практику. Пусть ваш путь всегда озаряется Богом и Вселенной, принося мир, любовь и глубоко укорененную веру. Аминь.